Ну вот, Петербург, Сергей Попов, выходит в ринг. Да, в предыдущем поединке полуфинальном он ненагласным решением судей победил Рашида Ингазиева. Ну и, соответственно, сегодня будет вновь пересекаться со своим уже знакомым соперником, с Габилом Мамедовым, как мы сказали. Да, Мамедов, в свою очередь, тоже без проблем сумел взять верх над Владимиром Стрыгином из Владимирской области. И сегодня очередная встреча вот этих двух атлетов. Надо сказать, что в том турнире, который я упоминал, на матч 4-й Кубок Победы, они боксировали в категории до 65 килограмм. Потому что там всего было 7 весовых категорий, и первый полусредний вес не попадал. Вот тогда в программу. Но сейчас они в своем классическом весе выступают. И так, дарил моментов, друзья, участник Олимпийских игр. Неоднократный чемпион России, чемпион Европы и прочих-прочих регалий, которые он успел завоевать. Первый номер пока. Пока первый номер нашей сборной. Оренбург представляет. Вообще, интересно будет противостояние, потому что Габил Мамедов боксер, который может и в игровом стиле провести поединок. Мамедов может и зарубиться, в принципе, он не чурается. Ну, а вот Илья Попов, он такой агрессор, нокаутер. У него очень хороший удар справа. Да и слева тоже неплохая клюха. И этот человек стремится всегда в удобную среднюю, ближнюю дистанцию. Там он очень опасен. Посмотрим, как будет сегодня. В зеркальных стойках работают оба спортсмена. И сразу из центра ринга вот как раз ближняя дистанция. И вот так вот джебом пытается сталкивать Габил соперника. Но сделать это будет не очень просто. Неплохо в корпус пробивает Илья. Сразу высокого темпа ожидать не стоит. Они прекрасно знают друг друга. Да, они постоянно попадают еще на чемпионаты России. Да, 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 конечно. Так или иначе, либо в одной сетке боксируют, либо в параллельных. Но рисковать особо, уверяю вас, никто не будет. Потому что, ну, на кону золото. Звание чемпиона России. И, может быть, первого номера нашей сборной. Ну и, помимо того, неплохой куш. Полтора миллиона получает победитель этих финалов. Неплохо Габил, атакует. Вот, посмотрите. Я говорил, что он может принять любой. Да, он очень резко же взрывается. Потому что он из такого среднего, привычного, где-то расслабленного темпа. Может вдруг внезапно очень его взвинтить. Он тактически очень разнообразен. Даже разнообразнее Ильи Попова, уверяю вас. Поэтому может принять любой план, который предложит ему соперник. Оу, снова. Вы видели, да? Да, очень мощно Габил пробивает корпус. Отличная серия. И снова Габил успешнее. Здесь по защите бьет Илья. Снова успел поставить перчатку на этот левый боковой. Габил хорошо защищается. Головами аккуратно. Головами аккуратно. Ну вот, сейчас перехватил уже инициативу, похоже, Габил. Прочувствовал. И снизу хорошо пробивает снова Мамедов. Да, и вот кричат как раз Илья, чтобы не давал сталкивать. Аперкот жесткий заходит у Габила. Еще один Попов отвечает двойкой боковых. Но по защите. Удары Мамедова гораздо чище. Мы видим. И снова, посмотри, навстречу. Да, прекрасно пробивает. Заканчивается первый раунд. Отличный бой. В Красный Бород у Римля к продолжению финального боя готовится мастер спорта России международного класса Илья Попов. Город Санкт-Петербург. Активнее. Пробел у Клоуна. Пробел у Клоуна. Пробел у Клоуна. Пробел у Клоуна. Не давал ему себя сталкивать. Не пережидаясь, как будто перехватить. Кому получится. Наслаивает. Наслаивает. Обставь занимается 15 лет. Чем боя на Римля не ведет. А победитель юношеских Олимпийских игр 2018 года. Робзовый призер чемпионата 2020. Тренируется под руководством тренировок Жукова, Тайна, Милами, Линзова. Прямо увереннее сейчас. Увереннее, понял, да? Увереннее. 10 секунд. Коняков, выборочная акция. Секундарная Бизарик. Итак, второй раунд, друзья. Для этого интереснейшего поединка, ну, по поводу Руслан Дадаев, его тренер сказал, чтобы не оставался после своих атак, после своих ударов, не оставался на дистанции удобной для контратаки. Все время отходил или уже тогда проводил повторную атаку. Потому что Мамедов очень здорово пользовался этим, когда Илья оставался после своих ударов на дистанции атаки. Да, и также говорили Илья, что поувереннее должен действовать. Поувереннее и поактивнее, да. Поактивнее, поактивнее, пожестче. Но есть у Ильи, как раз мы с вами, Борис Сергеевич, этот момент обсудили, такая особенность, что когда он проводит атаку, если он повторную там не делает, то он остается, по большому счету, перед соперником, что позволяет такому бойцу, как Габил Мамедов, очень быстро эти атаки подхватывать. Ну, сейчас отлично, как под разными углами атаковал Габил. Темп поднялся в бою, намного выше сейчас плотность, чем в первом раунде. Посмотрите, с первых секунд в центре ринга идет мощнейшая перестрелка. Ну, этот темп поднял Илья Попов. Он надеется на свой удар, у него, конечно, очень сильный и чувствительный. Но Габил все это знает. Мощно пробивает. Даже по плечам, когда бьет. Попов это очень чувствительно. Да, и вот постоянно кричат сам-сам, потому что подталкивают Илью Попова к более активным, еще более активным действиям. Ну, правильно. Если готов функционально на 100%, а похоже, вот на этом турнире он показал, что готовность у него действительно великолепная, то надо только наращивать и постоянно, постоянно атаковать. Ну, посмотрите, сейчас вот небольшую паузу Илья сделал, и Габил тут же моментально перехватывает инициативу и сам идет в атаку. Не толкай, Силий. Попытался сейчас Габил так предплечьем оставить у канатов соперника. Реферий сделал ему замечание. Хорошо, сейчас Илья ушел, находясь у канатов от этой атаки. Длинная серия из легких ударов по перчаткам. Ну, Габил, смотрите, продолжение-то не было у Ильи после этого. А Габил тут же ответил. Да, и сейчас как раз оттягивается на дистанцию, по широкой дуге обходил Габил Мамедов. И хорошо так подловил соперника на встречную атаку. Таран-даран, заходи. К синему гуринку готовится к третьему раунду поединка мастер спорта России международного класса Габил Мамедов, Оренбургская область. Фоксену 28 лет. Он представляет спортивное общество «Динамо» и спортивную школу Олимпийского резерва номер 3 города Оренбурга. Фоксен занимается до 17 лет. Счет бояр на ринге не ведет. Он трехкратный чемпион России с 16, 19 и 20 годов. Участник Олимпийских игр в Токио. Приявится под руководством Витрия Скобинцева и Сергея Леонова. Третий заключительный раунд, друзья, у нас. И приходится опять повторять. Я стал уже общим местом, но ничего не поделаешь. Когда такие равные соперники в ринге, мы говорим, что, как правило, все решит третий раунд. Кто выиграет третий раунд, тот, скорее всего, и поднимется на верхнюю ступень. Ну, вообще, кстати, по мнению довольно многих, вот этот бой на этом чемпионате, это один из главных поединков. Да, согласуюсь. Наш коллега как раз, Иллоис Михайленко, он должен написал, говорит, что удивительно, что такой бой поставили первым. Ну, потому что, ну, правильно. Ну, то есть, обычно же мы привыкли, что главные бои, такие яркие бои, их ставят в конец. Ну, это, скорее всего, характерно для профессиональных шоу. А здесь ведь главное удержать сразу, заинтересовать. Ну, мы отвлеклись. Смотрим. Минута боя позади, минуту третьего раунда. Року не управляемся, чини. Чуть-чуть спал темп. О, хорошо, между перчаток второй раз точно пробил Илья. И отошел назад на этот раз. Габил здорово пробивает в корпус. Не видно было, обвел он, не ловкать или нет, но, скорее всего, да. Красный. Внимание, выше голову. Батс. Вы слышите в зале, какое боление происходит. Это ведь и друзья из команд боксеров, которые сейчас на ринге пытаются поддержать каждого своего. Ну, сейчас и пожестче пытается действовать как раз Илья, но, наверное, все-таки поточнее Габил. У него появились достаточно интересные комбинации, которые раньше, если он и применял, то они появлялись не так часто. Хорошо с низом пробивает Мангедов. Вообще в таком бою интересно посмотреть, конечно, 4-5 раундов, да, потому что... Ну, 6-6 еще бы, конечно, да. Кто как пройдет эту дистанцию, потому что на 3 раунда они готовы здорово, конечно. У-у-у, живот пробивает Габил, мощно. И сейчас прямым между перчаток. Пытался провести свою перчатку. Снова живот мощно пробивает Мангедов. Бой окончен, бой окончен. Боище, я бы сказал. Ну, сейчас все на усмотрение судьи. Настолько все близко было. Кабил, похоже, уверен в своем результате. Ну, он, в принципе, всегда весьма уверен в себе. Ну, послушаем. И какое будет решение единогласное, раздельное? И так, дамы и господа, по завершении финала единогласным решением судей одержал победу и стал чемпионом России боец из синего угла Кабиева. Да, вновь Габил Мангедов выходит победителем в этой очной ставке. Встреча, простите. И он снова первый номер в сборной команды России. Двукратный олимпийский чемпион 2004-2008, чемпион мира, чемпион Европы, обладатель Кубка мира и двукратный чемпион России Алексей Тищенко. Итак, серебряной медалью Фонбет чемпионата России по боксу 2022 года в весовой категории до 63,5 килограммов награждается Илья Попов в Санкт-Петербург. Ему также вручается денежный сертификат на сумму в 250 тысяч рублей. А вот и он победитель Фонбет чемпионата России по боксу 2022 года в весовой категории 63,5 килограмма. Копил Попов в Оренбургской области. Его вручается чемпионский поезд, золотая медаль, чемпионский кубок и денежный сертификат на сумму в полторжам миллиона рублей. И общее фото, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА